Небольшой Милютинский сад на Покровском бульваре – уникальный объект садово-парковой архитектуры Москвы. Это единственный парк, примыкающий к бульварному кольцу с внутренней стороны. В 1754 году здесь расположилась только что созданная Екатериной Второй межевая канцелярия. К зданиям примыкал старинный сад, который и стал садом межевой канцелярии. Он выходил на Покровский бульвар, но был закрыт для публики. Зайти в него можно было только через двор канцелярии. С 1917 года сад стал общедоступным и был назван в честь первого наркома земледелия Милютина. Пройдя через калитку в дальнем конце сада, попадаем в неприметный московский двор. В его центре старое запущенное здание, имеющее важное значение для русского искусства. В этом доме с 1892 по 1900 год жил и работал великий русский художник Исаак Ильич Левитан. Дом и мастерскую передал в пользование художнику Сергей Тимофеевич Морозов, брат известного мецената Савы Морозова. Здесь Левитан написал почти все свои лучшие картины. Именно в этом маленьком домике он стал знаменитым, тем самым левитанам, чьими пейзажами восхищаются до сих пор. Семья промышленников Морозовых жила в старинном особняке рядом. Особняк ведет свою историю с середины 18 века. В 1889 году его приобретают Морозовы и сразу же перестраивают в русском стиле. К особняку примыкал общедоступный сад. Частыми гостями дома Морозовых были Третьяков, Шаляпин, Чехов, Тимирязев, Серов, Коровин, Остраухов, братья Васнецовы. Летом 1918 года особняк занял штаб левых эсеров. 7 июля взрывом бомбы, брошенной и серым Блюмкиным был убит германский посол граф Мирбах. Убийство стало сигналом к началу восстания левых эсеров против большевиков. Восставшие захватили Дзержинского, потому подавлением восстания Ленин руководил лично. Обойдя справа Морозовский сад, выходим к Хохловскому переулку и видим старинное здание. Это дом служителей коллегии иностранных дел, постройки 1808 года, архитектор Соколов. Федор Кириллович Соколов с 1779 года старший архитектор конторы городских строений Москвы. Принимал активное участие в восстановлении кремлевских соборов после пожара 1812 года. Автор проекта здания арсенала в Кремле. По соседству, на углу Хохловского и Колпачного переулков находится памятник промышленной архитектуры 30-х годов XX века, здание тяговой подстанции Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, построенное в стиле сталинского ампира. Дальше в Колпачном переулке целая группа памятников архитектуры. Петропавловская женская гимназия. Доходный дом Снегиревой Особняк Юргенсона 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 И конечно жемчужина исторической архитектуры Москвы, палаты Мазебы, построенные в конце 16-го в начале 17-го столетий. В колпачный переулок палаты выходят невзрачным фасадом с небольшими окнами. Но стоит войти во двор и взгляду, открывается прекрасный барочный декор конца 17-го века, выполненный из тесаного кирпича. По дворовому фасаду здание богато декорировано, наличники с разорванными фронтонами, сдвоенные полуколонки, поребрик. Кто был строителем здания и его первым владельцам неизвестно. Традиционно памятник называют палатами Мазепы. Гетман-изменник имел владение в Москве в районе Хохлов. Память об этом старинном урочище сохраняет расположенный поблизости Хохловский переулок. Но конкретно эти палаты Мазепы никогда не принадлежали. Связь с его именем исключительно легендарная. Палаты Мазепы уже давно нуждаются в серьезной реставрации. И хотя строение является памятником архитектуры федерального значения, пока ничего не делается.